Чтобы сэкономить время себе и зрителям, скажу сразу, фильм не для среднего ума. В нем нет современной компьютерной графики и спецэффектов, также в нем нет красивых постановок боев и перестрелок. Фильм полностью социальный или даже наоборот антисоциальный. Здесь показывается деградация и моральное разложение личности, а также явно показано, что побеждает сильнейший в любом обществе. Фильм берет за основу следующую идею. Как поведут себя абсолютно разные люди в запертом помещении, из которого нет выхода? Вначале нам показывают короткую сцену апокалипсиса, а затем запирают героев в подземном бункере коментанта здания. Само здание рушится, наверху радиация, выхода нет. Произойдет еще одно событие, разделение, которое не оставит героям шансов на выживание, а также подтолкнет развитие главной идеи фильма. Итак, начинается выживание. Все герои понимают, что рано или поздно наступит конец, и это служит причиной раскрытия характера каждого. Постепенно, шаг за шагом, минута за минутой, режиссер накаляет обстановку, начинают проявляться истинные сущности человеческих душ. Трусы цепляются за сильных. Те, кто считают себя сильными, становятся хуже, чем звери. Умные пытаются сохранить остатки человечности. Кого-то губит жадность, кого-то личные трагедии. Создатели фильма виртуозно раскрывают практически все типажи людей, кто как поведет себя в той или иной ситуации. Вот тут хочется перейти к актерской игре. Все актеры без исключения раскрыли свой талант. В это слабо верится, но в этом фильме нет ни капли фальши. Убедитесь сами, не было ни одного персонажа, которому я бы не поверил, который бы удивил нелогичностью своих действий. Все вели себя соответственно своему характеру. Концовка многого стоит. Не в последнюю очередь, благодаря чудесно подобранному саундтреку. Но даже если опустить этот момент, можно сказать, что такого вряд ли можно было ожидать. Странно, но чувства безысходности последние кадры не вызывают. На хэппи-энд тут, разумеется, надеяться не приходится, но что-то подсказывает, что все наладится, что выход найдется. Какой бы он ни был, пусть даже на тот свет. Фильм выше всяких похвал. В последнее время все реже и реже можно увидеть столь откровенное кино. Что заложено в твоей природе? Как ты поведешь себя, попав в мир, где нет скрывающих рамок морали и закона? Фильм, который заставляет задуматься над тем, кто ты есть на самом деле. После просмотра еще долгое время остается неприятное чувство, словно вы испачкались и не можете отмыться. Фильм вызывает по-большому негативное чувство. Людям вообще свойственно не любить правду, особенно если эта правда неприятная и гадкая. Фильм Разделитель раскрывает всю правду о человеческой натуре. В современном мире, в социуме, среди миллионов других людей, комфортной относительной безопасности, человек оброс такими придатками, как совесть и мораль, культура и этика, воспитание. Что можно делать, а чего нельзя? Разделитель стирает все эти границы, вытаскивая человеческую сущность наружу, демонстрируя нам, что человек – страшное животное со всеми вытекающими. После такого фильма не хочется войны, не хочется конфликтов и революций, потому что понимаешь, что в случае любой подобной ситуации человечество сожрет само себя. Продолжение следует...